С самого утра люди шли на праймерис, чтобы исполнить свой гражданский долг. И с каждым часом их становилось все больше. Уже к полудню явка на участке, где работала наша съемочная группа, составила более 700 человек. Люди выстраивались целой очереди и проводили в них от 30 минут до часа. На каждом избирательном участке были установлены стенды с информацией о кандидатах. Члены участковой избирательной комиссии выдавали бюллетени, по которым можно было проголосовать сразу за нескольких кандидатов. На избирательный участок культурно-спортивный центр «Мечта» прибыл участник праймерис Дмитрий Голубков. Сегодня мы с моими коллегами приехали сюда, в Одинцово, посмотреть, как идет голосование. Мы видим, сколько идет народу, какой интерес вызывает данная процедура. И, в общем-то, основные, я думаю, основные причины, почему такой проявленный интерес, это, конечно, конкуренция, это открытость, легитимность этой процедуры, которая повышает общий интерес к процедуре голосования и привлекает все больше и больше сторонников и к партии, и к данной процедуре. На базе Одинцовского спортивно-зрелищного комплекса весь день с 9 утра до 21 часа работал единый информационный мониторинговый центр. Он оснащен рабочими местами и большим экраном, где кандидаты и журналисты в режиме онлайн следили за проведением голосования. К экрану были подключены 154 видеокамеры со всех 27 участков. Подобный информационный центр с прямой трансляцией оказался единственным на территории Московской области. Участница предварительного голосования по Одинцовскому избирательному округу номер 122 Оксана Пушкина высоко оценила работу медиа-центра. Мы можем посмотреть, как люди голосуют, где народу больше, где меньше, кто присутствует, мы все это видим. Более того, все это фиксируется, все это дальше можно будет проанализировать. И вообще, я должна сказать, что идея настолько уникальная, она вот летала в воздухе. Но мне кажется, если это получится, это вот пилотный проект для партии «Единая Россия» и вообще для всех партий. Инициатива о создании такого центра появилась у секретаря местного отделения партии Андрея Иванова. По его мнению, такая мера помогла избежать возможных нарушений и провокаций. Для нас это тест не только системы предварительного голоса, но и системы видеонаблюдения, которые мы предложим после такого пилотного проекта в нашем районе, предложим применять на всех выборах и в том числе в день единого голосования. Это снимает все вопросы, это максимально повышает прозрачность и легитимность того, что происходит на избирательных участках. Все избирательные участки закончили свою работу ровно в 20.00, после чего начался подсчет голосов. Итоги праймерис будут опубликованы 27 мая. Нила Тарасевич, Леонид Бурдин, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова. Тарасевич, Леонид Бурдин.